Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, сегодня настало дело, настало время поделиться с вами бесценной информацией. Я расскажу вам о правилах турнира, который будет в Москве 15 февраля-суббота, BFS в Чикаго-Лофте, по адресу Большая Почта, улица 820, строение 15, метро Бауманская. Здесь огромный пост, куча там будет викторины, бейзон, закупочек, ну бейзон я в частности, да. И за первые три места призы Токаратоми, друзья, и плюс возможность там иритокаратоми и приобрести прямо на мероприятии из огромного брата-каратоми в совместном магазине BB24. А вот, и сейчас я буду рассказывать вам про правила турнира. Во-первых, регистрация происходит на самом мероприятии, то есть вы просто приходите по адресу, вот, соответственно, и там уже вас регистрируют, вы получаете свой номерок и уже принимаете участие в турнире. Вот, бои на турнирах вас вызывают по очереди, по два соперника. На турнире будут именно вот такие белые крутейшие арены, от которых я просто тащусь. Вот, это самые оригинальные классические стандартные правила. И игра до финала идет до двух очков. То есть, получается, вас вызывают, вы сражаетесь вашим боем до двух очков, в финале, в полуфинале до трех очков. Вот, соответственно, есть кто-нибудь взять оригинальные правила, я рассказываю. Значит так, за взрывной финиш дается два очка, за побивание с ринга дается одно очко, за остановку соперника одно очко. Если происходит ничья, то играть до тех пор, пока вам не надоест, до тех пор, пока не определится победитель. Вот, соответственно, это касается этого. Дальше проходит награждение, вам вручают кубок, приз, Токаратоми, дамы и господа, за первые три места на выбор. Там огромная линейка, я ее видел, огромная линейка Токаратоми, там будут все, Мастер Диаблоса, Империал Драгон, Биг Бенд, Григали Гензис, все вообще, что вы так любите, будет там для вас на выбор. Плюс викторины, в которой приз, крутой чемодан от компании СБ, плюс много всего интересного, помимо этого, ссылочка, да, на всю информацию, в описании можете прямо сейчас перейти, посмотреть, потом ко мне на канал ролики вернутся. Дальше, что касается правил турнира, и в частности сбора, как же у меня с этими сборками, реально, уже мне в личку все разрывается сборками. Друзья, у меня есть группа ВКонтакте, Боизон, Обзор Боеведов, куда вы присылаете ваши комбинации, потому что в большинстве ваших комбинаций, это просто типа замени драйвер от этого, вот это мне не нравится. Вот, на турнирах есть очень сильные комбинации, очень сильные участники. Во-первых, это, конечно же, по волчкам, это, конечно же, Perfect Phoenix, вот такого формата, который вы берете, Phoenix Revive, берете верхушку от этого, драйвера, вот такой, и играете, и побеждаете. Дальше есть то же самое с левосторонней. Где у меня левосторонняя? Где моя принцесса? Где моя принцесса? Надо же, ребятам, показать. Так, я тут разобрал волчка, не могу найти. Короче, Hell Salamander, друзья, мой левосторонний, на драйвере от Имперора Форнуса на Беринге, он так называется, тоже можно использовать. Вот, дальше, драйвер от Кайнекса, естественно, тоже можно использовать. По запускалкам вообще нет ограничений, можете пускать вот такой, можете вот такой Хазборовской, можете вот такой, как у меня машина просто для запуска вашего Бэйблейда, можете более простой вот такой, можете совсем малюсенькой пускайте, можете даже руками левосторонней запускать, чем хотите, главное, побеждайте и не расстраивайтесь, если вдруг вы там проиграете. Вот, что касается фирм. Фирма вообще на турнире любая, это Karatomi, SB, Flyme, Хазбро, да, то есть чем хотите, тем и играйте. Ограничений абсолютно нет, можно взять верхушку от SB, поставить драйвер Takara Tomy, или верхушку от Hasbro, вот у меня здесь Hasbro стоит, поставить драйвер от SB. Играйте, чем хотите, главное, чтобы у волчка было три составляющих, это верхушка, диск и драйвер. Если у вас есть драйвер от Мастера Диаболоса, Империал Драгона и Регали и Генезис, то ими тоже играть можно, ибо у вас есть двух деталей. Главное, чтобы оригинальный вид был, но вот такой, это стандартный. Раму от Феникса, друзья мои, нельзя одевать вот так под диск, это строго запрещено. Нельзя использовать две рамы, одну сверху, одну снизу, нельзя. Нельзя ставить металлическую шайбу под диск, чтобы вашу тёк усиливаться. Давайте играть честно, и так максимально всё разрешено. Вот, также, также на этом мероприятии будет проходить командный турнир, где вам надо будет найти команду себе из двух участников, и уже играть также по стандартным правилам до двух и до трёх очков. Вот, просто единственное, у вас вызывают, ну, как бы, четыре человека с татуклой ринга, и вы играете по очи. Сначала сыграли два участника, потом сыграли вторые два участника, и так до двух и до трёх очков по классическим правилам. Вот, друзья, собственно, главное просто правило не нарушать, использовать хорошую комбинацию, можно достать бои с коробки, играть прям им, а это никто не запрещает. Если вы в нём уверены, там, в Геркулесе или в Фениксе, это классные бои, ими тоже можно побеждать. А также очень крутые бои, это чё за спрайзен, ими тоже можно играть. Вот такое у нас сегодня было маленькое обучающее видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в Москве, 15 февраля, Бэйфест в Лофте Чикаго, ещё раз покажу, Большая Почтовая улица, 18-20, 15 метро Бауманская, вся информация, посылки в описании в группе, там всё есть. Я, Закупыч, вас там ждём, каждый из вас попадёт к нам на канал и в ролике. Всё, всем пока-пока.